Дай почитать. Дай почитать. Неизвестность. Подростки сердятся, негодуют, ропщут, пока не понимают, что они в подвале на территории так хорошо знакомого им космодрома. Они выбираются из подвала и сталкиваются с ужасающей действительностью. Это 2021 год, а дети-то советские. И стартовал-то пионер в 1985 году. И вот происходит столкновение двух различных образов жизни, двух этических систем. Подросткам предстоит приспособиться к окружающим новым реалиям. Но что делать с внутренними убеждениями и принципами? Автору этого романа, Шамилю Идиатулину, удается создать очень тонко и точно два разных мира. Используя лексику, разные культурные коды, шутки, анекдоты, ассоциации с фильмами, главные герои объемные и полнокровные. Что ж, будущее оказалось совсем не таким, о каком мечталось. Но не так все и плохо. Главное, что и в нем есть добрые люди, и их куда больше, чем злых. За развитием главных героев в новом времени, точнее в нашем, чрезвычайно интересно наблюдать. Фантастика такая добротная, советская, времен братьев Стругацких, Кира Булычева и Владислава Крапивина. При этом остросоциальная. Больно от того, что происходит в голове у советских пионеров, столкнувшихся с нашей грустной реальностью. Наш мир для них непостижим и невообразим. А как хочется, чтобы у них получилось вернуться на 36 лет назад. И там, в 1985-м, что-то подправить. И тогда, может быть, они спасут людей не только от кометы Галлея, но и от самих себя. Шамиль Идиатулин. «Возвращение пионера. 16+.» Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!